всем привет меня зовут алина добро пожаловать на мой творческий канал в этом видео будем создавать красивый новогодний светящийся декор своими руками я покажу как можно сделать таких замечательных оленей с подсветкой внутри шаблоны этих оленей я оставлю в описании под видео вы сможете скачать его и сделать таких оленей самостоятельно на потолочной плитке размером 50 на 50 сантиметров удается разместить примерно 4 листа формата а4 но получается два с половинкой на компьютере я разместила шаблон формате в программе word и сейчас я вам покажу как у меня это получилось постаралась задействовать всю в эту плитку чтобы меньше было остатков материала вот такую простую картинку в интернете я нашла когда просто листала по названию олень трафарет и а мне вот эти олени очень понравились них такие тут пятнышки милая красивая рога но и 2 лень как раз мне был очень в тему и не в такой позе красиво если вообще мне не понравится решила их сделать красный новый год но многие вам понравится если вы хотите то вы можете самостоятельно выбирать абсолютно любых оленей картинок елки какие-то домики и также делать по моим шаблоном и так в программе word и я разместила оленей нужным мне образом получается вот как раз у нас будет задействовано две с половинкой детали а также вот часть с другим оленем но один листочек получается будет всего 44 листа задействовано но вот эти вот их никак не удалишь потому что если при удалении то картинки смещаются и уже не получается нужный результат а так вот этот шаблон я оставлю в описании под видео на него ссылку вы сможете его скачать и повторить таких замечательных оленей для новогоднего декора самостоятельно так как дома у меня есть принтер я все быстро распечатала а вот такие олени у меня получились даже выходит 4 листа но вот этот вот затрачивается но на нем ничего нет вот такие вот олени можно их вообще не вырезать сразу располагать на плитке просто зафиксировав скотчем и уже ножом вырезать контуру сейчас я пойду на стол и вместе с вами начну все вырезать сейчас хочу показать что олень который большой с рогами полностью помещается на плитку размером 50 на 50 сантиметров копыт у него располагается вот тут вот то есть по нижней уже части я старалась максимально задействовать всю плитку но и вот рога уже тоже по верхней части 2 оленя я буду вырезать уже из 2 заготовки я разместила первого оленя будем вырезать который с рогами у меня все получилось сделать аккуратно я сейчас буду приклеивать с помощью скотча и приступать уже к вырезанию приклеиваю на маленькие кусочки скотча а в принципе потом нам они уже не пригодятся мы их отклеим сделаю все аккуратно и чтобы олень у нас получился ровно еще лучше склеить детали туловища между собой так нам будет комфортнее вырезать олени я зафиксировала с помощью скотча на потолочной плитке теперь будем все потихоньку вырезать для вырезания я использую канцелярский нож лучше брать новый либо поставить новое лезвие так у вас ваш олень получится аккуратным красивым и с ровными очертаниями буду начинать я сначала с рожек и затем уже постепенно а переходить к туловищу так как я вырезаю на полу я лучше всего подложу обычную роску для кухни и буду вырезать уже на досочке если вырезаете на каком-то ненужном материале на каком-то ненужном столе то можно ничего не подкладывать но так как я вырезаю на полу мне его жалко буду подкладывать специальную досочку как я уже повторяла а можно не вырезать самого оленя ножницами это ненужная работа сейчас просто вырезаете сразу по контуру так у меня нож острые у меня все хорошо прорезается многие в комментариях писали что можно использовать какой-то макетный нож если у вас он есть то попробуйте у меня в магазине его не было поэтому я вырезаю с помощью канцелярского ножа на самом деле вырезать это не очень сложно это на первый взгляд так кажется процесс вырезания протекает очень быстро и вы даже не заметите как увлечетесь этим делом ну что врага я вырезала вот у меня там такие очертания но пока рано снимать бумагу нужно сначала вырезать полностью всего оленя не забывайте перекладывать доску в то место где вы уже начинаете вырезать сейчас я буду вырезать туловище оленя и не обращайте внимание вот на эти полоски просто прорезайте прямо по контуру я помню что вот у оленя тут был носик я немного вырежу какую-нибудь точечку посмотрим как получится кстати на моем канале есть еще одно видео по созданию подобного оленя только там он у меня один заходите на мой канал ссылку я оставлю в описании под этим роликом а также в углу экрана кому интересно можете посмотреть этот олень уже набрал более 300 тысяч просмотров и множество людей его уже сделала надеюсь эти олени вам тоже понравится ножки я буду вырезать слитно без копыт сразу вместе потому что тут они разъедены мы их никак не сможем соединить когда будем собирать композицию поэтому делаем таким образом и еще изюминкой этого оленя у нас будут пятнышки а также их не забываем вырезать на моем канале есть еще множество новогодних идей для декора дома думаю вы найдете для себя что-то интересное полезное обязательно заглядывайте и творите вместе со мной оленя мне удалось вырезать сейчас я буду снимать бумагу и уже будем полностью вырезать его из пенопласта ну а часть 2 олененка я оставлю будем вырезать еще вот такие очертания оленя у меня получились по моему неплохо сейчас будем уже полностью его вырезать из потолочной плитки так как плитка у нас прорезано можно легко продавить будьте аккуратны не сломаете ножки оленю и также вот мелкие детали где будут нас располагаться рога можно плитку так вот сломать и где у нас хорошо прорезано олень у нас отойдет сам но так для хорошего прорезания я дополнительно использую канцелярский нож и уже вот так вот отсоединяю ненужные детали все хорошо отходит главное быть осторожными пятнышки хорошо можно продавить пальцем либо использовать например зубочистку либо какую-то шпажку и уже вырезала носик глазики и ушки теперь переходим к рогам это вот у нас самая сложная часть наконец-то мы его вырезали идем дальше будем вырезать второго проделываем все тоже сами этот олененок вырезается уже гораздо проще у него нет таких сложных рожек но тоже он не менее красивый напишите в комментариях хотели бы вы сделать еще подобных оленей а можно пробовать сделать большого гигантского оленя из картона ставьте лайк и пишите в комментариях если вы хотите увидеть такой мастер-класс я обязательно повторю для вас если будет много запросов затем вырезаем все пятнышки я буду использовать блестки тут удобный носик и вот так вот у меня все хорошо можно убрать таким образом у нас получилось вырезать 2 литвом времени у меня ушло примерно 1 час но можно это сделать даже быстрее если приноровиться так они получаются уже очень симпатичные осталось обработать только края края получаются немного неровными но это ничего страшного будем использовать наждачную бумагу и это все у нас затерется и очертания оленя станут у нас красивыми и аккуратными я использую кусочек наждачной бумаги и стараюсь выровнять все неровные края у фигуры и вот такие заготовки оленей у нас получились сейчас перейдем к декору хочу украсить шею олень еловыми веточками шишками бусинами а также планирую использовать блестки либо на рога оленя либо на спинку так как у нас это интересно и есть пятна в этот раз буду использовать маленькие елочные шарики они уж очень маленького диаметра а также совсем небольшие бусинки тоже синего цвета еще мне пригодятся вот такие искусственные елочные веточки в своем творческом комоде еще нашла парочку шишек лиственницы думаю они сюда отлично подойдут и решила попробовать сделать шарфик из такой серебристой мишуры она мне будет хорошо сочетаться с серебряными блестками для фиксации декора буду использовать клей для потолочной плитки думаю можно использовать и горячий клей ну у кого-то он расплавляет плитку у кого-то нет в общем я не рискую и использую вот такой клей который покупала леруа мерлен завязываем простой шарфик на шею оленю делаю я это из мишуры лишние концы можно подрезать но дальше будем приклеивать уже наш декор лучше плотнее прижать так мишура приклеится намного лучше далее приклеиваем наш небольшой декор я буду использовать шишечки и елочные игрушки вот так просто и быстро нам нужно создать за пару минут красивый новогодний декор и олень преобразился сейчас планирую украсить рога оленя серебристыми блестками вот они у меня тут в этой баночке и будем использовать чтобы они приклеились будем использовать лак для волос сбрызгиваю лаком для волос и посыпаю блестками второму олененку я тоже сделаю шарфик из мишуры по-моему тоже смотрится здорово спинку я решила не украшать блестками пусть будет вот так вот мне так больше нравится от второго оленя у меня остался кусочек потолочной плитки и поэтому мы будем вырезать небольшую подставку для наших фигур сейчас подробные размеры я вам скажу думаю вот этого остатка второй плитки мне должно хватить две заготовки я уже сделала вот эту вырезал наподобие снега они получаются у меня 50 на 10 сантиметров и вот вторая заготовка которая будет основанием для наших оленей получается тоже 50 на 10 сантиметров склеивать я буду их вот таким вот образом на потолочный клей они как раз у меня соединяться вместе и все будет отлично держаться использую потолочный клей и наношу на край и буду склеивать две части когда подставка у нас полностью высохла мы будем размечать где будут располагаться ножки наших оленей я это делаю с помощью канцелярского ножа просто намечаю а затем уже буду вырезать проверяем как стоит наш олень все хорошо он устойчив никуда не заваливается если немножко шатается но если его не трогать он не падает не заваливается не в ту и в другую сторону получилось отлично можно зафиксировать ну и размещаем второго оленя точно таким же образом сейчас на шутлей и размещаю оленей на подставке ждем когда высохнет и включаем гирлянду обязательно украшаем оленей новогодней гирляндой и посмотрите какая светящаяся красота у нас получается на этом у меня все надеюсь мое видео вам понравилось было интересным полезным вы тоже сможете повторить таких замечательных новогодних оленей подписывайтесь на мой канал ставьте лайк а также не забывайте написать свой комментарий под видео до новых встреч всем пока пока а